Трещотка. Она же трещоточный или реверсирный ключ, вороток трещотка и так далее. Инструмент, давно и прочно обосновавшийся как в профессиональных мастерских, так и у домашних мастеров. И сегодня мы с вами поговорим о том, как выбрать правильную трещотку, расскажем о главных характеристиках, на которые стоит обратить внимание при выборе. Всем привет, с вами Евгений и вы на канале Гарвин. Итак, под разный размер крепежа выпускаются трещотки с различными приводными квадратами. Одна четверть, три восьмых, одна вторая, три четверти и один дюйм. Для сегодняшнего обзора мы подобрали 19 трещоток разных брендов, в том числе и самых популярных, с приводом одна вторая. И сегодня мы изучим конструкцию трещоток, а также испытаем каждую на прочность. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, будет интересно. Сколько зубьев должно быть у правильной трещотки? Тут все зависит от характера работы. Для работ с большим усилием, например, для откручивания тугого крепежа, лучше взять инструмент с меньшим количеством зубьев. А для работ в ограниченном пространстве, например, в подкапотном автомобиле, лучше выбрать инструмент по зубасте. Главное запомнить, чем меньше количество зубьев, тем зуб крупнее, а следовательно и трещотка может выдержать большие усилия. И наоборот. А теперь коротко пробежимся по трещоткам с самыми популярными количествами зубьев. Итак, первый образец – это трещотка с 24 зубьями. Такое количество зубьев используется в трещотках на одну вторую, три четверти и один дюйм. Трещотками с такими количествами зубьев можно работать, например, с закисшим крепежом где-нибудь в ходовой части автомобиля. Трещотка с 36 зубьями подойдет для осуровок, но не экстремальных условий эксплуатации. Для подходящего по размеру крепежа в неограниченном пространстве самое то. 48 зубьев. Как показала практика, такое количество оптимально для наших реалий по соотношению количества зубьев и неубиваемости. С одной стороны угол поворота всего 7,5 градусов, с другой стороны величины зуба хватает, чтобы переживать попавший в храповичный механизм пыль, грязь и абразив. 60 зубьев. Встречается у многих производителей, но из нашего ассортимента мы решили вывести подобные инструменты. Причина. По результатам эксплуатации выяснилось, что 60 зубьев и их геометрия снижает ресурс трещотки. 72 зуба. В целом применимо там же, где и 48 зубов, плюс ограниченные пространства. И все благодаря малому углу поворота в 5 градусов. Но за состоянием такого трещоточного механизма необходимо тщательно следить, своевременно разбирать, продувать, очищать от абразива и грязи. Существуют и даже продаются трещотки с 80 и 120 зубьями, но их предназначение в наших реалиях весьма сомнительно. Кстати, если у вас есть такой инструмент зубастый в арсенале, пишите в комментариях, где и как вам он пригодился. Добавим также, что трещотка существует для повышения производительности работ. Срывать ею крепеж не рекомендуется и даже запрещается. Ее механизм рассчитан на определенный крутящий момент. А чтобы открутить закисший крепеж, необходимо приложить порой больше ньютонов на метр, чем может позволить себе механизм трещотки. А закисший крепеж лучше сначала обработать специальными составами, например, растворителем ржавчины. Например, таким. Или нагреть. И только после этого можно срывать крепеж торцевой головкой с воротком или накидным ключом. Для удобства флажок должен быть максимально утоплен в корпус трещотки, чтобы он не мешался вам во время работы. Либо не произошло случайное переключение с левого вправо крайнее положение. Например, у этой трещотки, зубр, флажок очень сильно выступает. И его можно, случайно задев об какие-то элементы, находящиеся вокруг рабочего места, переключить. Либо вывести из полного зацепления храповой механизм. Это, в свою очередь, приводит к раннему выходу из строя и поломке трещотки. Также немаловажно, чтобы флажок не выступал за пределы, за контур головки трещотки. Когда при работе вы держите ее в руках и крутите, как правило, рука находится либо на рукоятке, либо здесь. Когда рука находится здесь, вы можете пальцем своей же руки случайно сдвинуть флажок. Тем самым выведете из зацепления собачку, отведете собачку от храпового колеса. Что, в свою очередь, тоже выведет из строя рано или поздно трещотку. Помимо флажкового переключателя у трещоток также бывает еще переключатель, который я бы назвал как крутилка от духовки. Он, на первый взгляд, функционально ничем не отличается. И этот, и тот переключает лево и вправо механизм. Но неудобен он тем, что нет кнопки сброса, без которой работать с частой сменой торцевых головок неудобно. Если здесь мы можем легко и быстро убрать торцевую головку и заменить на другую, то здесь придется работать вручную. Каждый раз надевать и с усилием снимать торцевую головку. Еще одна конструктивная особенность, на которую стоит обратить внимание при выборе трещотки, это отсутствие отверстий в корпусе головки. Некоторые производители делают эти отверстия, очевидно, для того, чтобы была возможность смазывать механизм трещотки. Но при этом они, наверное, не учитывали то, что во время работы туда попадает абразив, грязь, что в свою очередь приводит к быстрому износу храпового механизма и выходу из строя трещотки в целом. И, кстати, об обслуживании трещотки. Чем чаще вы будете разбирать, промывать, продувать механизм, тем дольше прослужит вам инструмент. И вот еще что. Пара, зубчатое колесо и собачка работают в сухом трении. По крайней мере, так реализовано в наших трещотках Лекота и Гарго. Тем не менее, некоторые производители все-таки кладут в трещоточный механизм смазку. Но я бы не рекомендовал этого делать тем более густой консистентной смазкой. Насколько бы ни был герметичный механизм трещотки, пыль и абразивные частицы в любом случае будут проникать внутрь. Будут налипать на нанесенную консистентную смазку и со временем у вас в корпусе трещотки на зубчатом колесе будет образовываться так называемая шуба. Которая приведет к тому, что зубья не будут полностью входить в зацепление. Это, в свою очередь, приведет к быстрой поломке вашего инструмента. Поэтому мы рекомендуем, если и наносить смазку, то только на опорные поверхности зубчатого колеса и собачек. Но не консистентную, а жидкую синтетическую смазку. Теперь о рукоятках. Существует два типа. Прямые и изогнутые. Выбирать следует из личных предпочтений, но у изогнутой есть одна фишка. Ей удобно работать в тех местах, где в рабочей зоне есть какой-то выступ. Что же касается ручек-трещоток. Ручки бывают тоже нескольких видов. Некоторые производители их изготавливают из пластика. Некоторые чисто из резины. Основное распространение сейчас получили трещотки с двухкомпонентными ручками. Как правило, используются материалы полипропилен и термопластичная резина. Существуют также трещотки совсем без ручек. Плюсы таких трещоток в том, что они позволяют работать вам в ограниченном пространстве. Как в случае с двухкомпонентной ручкой, она может где-то в узком месте не пройти по своим габаритам. Ну а минусом такой ручки является то, что она может выскользнуть из рук. Конечно, есть и ручки с накаткой, но при работе без перчаток может возникать определенный дискомфорт и быстрая утомляемость. Говоря о форме ручки, можно сказать, что любой производитель стремится сделать ее наиболее эргономичной и удобной в работе. Но у каждого человека кисть и рука индивидуальна, поэтому выбирая трещотку, всегда пробуйте, примеряйте, как она лежит, удобно ли лежит она у вас в руке. Да, чуть не забыл. Существуют и так называемые экзотические виды трещоток, у которых есть определенные фишки. Первая – это трещотка от Ликота с телескопической ручкой, которая может изменять свою длину от 300 до 450 мм. Также она имеет несколько положений. Благодаря фиксатору длина может фиксироваться. Удобно она будет там, где, например, крепеж находится в труднодоступном месте и обычной трещоткой туда не добраться. Также позволит вам прилагать меньшее усилие за счет увеличения рычага. Следующий вид трещоток так называемая бесшаговая. Она представлена у нас в ассортименте с квадратом 1 четверть, 3 восьмых, 1 вторая, тоже от компании Ликота. Почему бесшаговая? Потому что здесь вы не услышите характерных шелчков. Удобно будет там, где ограничено совершенно пространство и нет возможности переставить даже на 5 градусов. Еще одной отличительной особенностью этой трещотки является то, что здесь нет храпового механизма, а есть так называемый механизм обгонной муфты. Вращается она, то есть работает только в одну сторону, а переключение происходит перемещением квадрата. вдоль оси вращения. И еще один вид экзотических трещоток, это так называемая трещотка с доводчиком от компании Ликота. Ей можно работать как обычной классической трещоткой, так и она позволяет работать с крепежом в очень ограниченном пространстве, где нет совершенно никакой возможности переставлять, переставление. Для этого предусмотрено на рукоятке колесо, вращая которое вы вращаете приводной квадрат трещотки. Ну а на сегодня с обзорами трещоток на этом все. И сейчас мы будем переходить плавно к нашему обещанному в начале видео краш-тесту. Но для начала для особо пытливых зрителей я поясню. Наверное у вас возникнет вопрос, почему мы будем сравнивать трещотки с разным количеством зубьев. Для вас мы в конце видео по краш-тесту специально выложим таблицу с указанием количества зубьев и на каком моменте сломалась каждая из трещоток. А теперь погнали! А ломать трещотки мы сегодня будем с помощью этого цифрового динаметрического стенда, который измеряет крутящий момент до 2000 ньютон на метр и позволяет фиксировать момент разрушения инструмента. А использовать я буду сегодня в своем эксперименте еще одного помощника. Это рычаг-удлинитель, усилитель крутящего момента или просто труба квадратного сечения длиной 3 метра. Ну что, давайте начнем наш эксперимент. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что касается поломки трещотки, то здесь характер поломок, как правило, сводится к трем-четырем видам. В первую очередь страдают зубья храпового механизма. Разумеется, еще одна очень уязвимая часть – это собачка или флажок, как его иногда называют. Также страдает и сам приводной квадрат, который тоже ломается. И в редких исключительных случаях происходит поломка рукоятки. Как и у любого материала и механизма, у трещотки есть тоже предел прочности. И если вдруг случилась беда, и трещоточный механизм вашего инструмента сломался и вышел из строя, то можно, в принципе, приобрести ремкомплект. И у таких именитых брендов, как Ликота и Гарвин, эти ремкомплекты всегда есть в наличии. И можно их поставить, установить на место и пользоваться этим инструментом дальше. И результаты нашего эксперимента мы свели в таблицу для вашего удобства. Изучайте, делайте выводы, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А с вами был Евгений. Увидимся на канале Гарвин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!